Всем привет, с вами Александр Петров и финал Б, первый этап МКС на лидере. И давайте пробежимся по решетке. Первым стартует Юрий Рязанцев, частный пилот. Рядом с ним Антон Чепотарев, начали рейсинг. Далее Владимир Малышев, также начали рейсинг. И Филипп Мигачев, Energy Team. Следом Даниил Сыркин, Восток Егоревский, Кирилл Зеликман, начали рейсинг. Еще одна пара. Виктор Сидоркин, Energy Team и Никита Данилов-Новорусский, Hammer Time. Далее Дмитрий Краснов, BMSTU, KRC Racing Team и Артем Комиссаров, IK Motorsport. Следующий Михаил Макаренко, Karting Tool Racing Team и Алексей Кузнеченко из той же команды. За ними Евгений Волков, Stop&Go и Алексей Григорьев, частный пилот. Следующая стартовая линия Давид Рубасов, Stop&Go и Максим Семашко, Energy Team. И наконец частный пилот Алексей Светкин и Hammer Time Антона Кузнецова. Позади стартуют перешедшие с прошлого финала Дарья Пельская и Григорий Абрамян. Ну что, перейдем к гонке. Тут уже произошли некоторые события. Зеликман попрыгал, Владимир Малышев лидирует сейчас. Мигачев широко заходил, Трубасова вынесли, только что увидели. И Семашко на траве у нас. Снова Зеликман пострадал. Очень сильная толчая. Группа сейчас большая. Пока еще не разошлись пилоты. Пока еще только прошел первый круг. И вот здесь прям залетел Абрамян. Чуть Светкина не убрал. Но в итоге самого его разворачивают. Остается он, видимо, на последнем месте. Очень жесткая сейчас борьба происходит. Все по разным траекториям заходят. Получается, поворот входит по 3-4 человека. И вот здесь, посмотрите, разворачивается Юрий Рязанцев. Но быстро возвращается. Теряет не очень много позиций. Группа уже начала немного растягиваться. Лидеры так вообще уехали на приличное расстояние. А вот здесь Михаил Макаренко широковато выезжает на траву. И Дарью Бельскую разворачивает. Ну, это наш любимый поворот. Здесь мы еще не раз увидим всяческие вылеты. Сейчас буквально там еще круг и разберемся, кто где. Здесь вот широковато Виктор Сидоркин едет. Так, а здесь вот мы пропустили. Здесь что-то произошло между Комиссаровым и Даниловым Новорусским. Они оба пострадали. И в итоге Никита вот застрял. А Комиссаров уехал. Малышев продолжает лидировать. Уже такой приличный отрыв. Позади него Кузнеченко и Краснов. И давайте посмотрим, как проходят пилоты этот поворот. И Зеликман вылетает. И вот такими вот прыжками удается ему вернуть машину на трассу без помощи маршалов. Данил Сыркин также разворачивается. А вот группа самая плотная сейчас, возглавляемая Сидоркиным. Здесь вот основная борьба происходит. А это борьба Кузнеченко и Краснова. Борьба, которая идет сейчас в первых рядах. И вот Кузнеченко пока впереди. Краснов никак не может приблизиться. Но вот здесь Кузнеченко широко выходит и вылетает на траву. И придает ход ногами. Кажется, это не совсем в правилах техники безопасности. Но решать судьям. И Кузнеченко теряет несколько позиций сразу. Теперь он находится как раз в середине этой плотной группы. А здесь что-то произошло у Григорьева и Сидоркина. Замедлились они. И вот Сидоркин оказывается в гуще всех событий. То он лидировал в этой группе, и теперь он, так сказать, среди них. Продолжаем наблюдать за этой группой. Здесь, как мы видим... Ох, какую тучу брызг поднял. Здесь Комиссаров сейчас лидирует в этой группе на данный момент. Кузнеченко пролетает мимо Сидоркина и Макаренко. Выходит на вторую позицию в этой группе. И Светкин там еще позади. И вот именно Светкин цепляет Макаренко. И Макаренко разворачивает. Теперь он уже не входит в эту группу борющихся. Сиркина разворачивает. Рязанцев чуть-чуть его цепляет. А это на наших экранах Антон Кузнецов, про которого мы сегодня еще не говорили. И как в вальсе кружит Антона. Но не застревает и возвращается на трассу сам. А здесь Бельская. Будет проходить Симашка на круг. Жестко как толкает его. Тут чуть было не влетает. Но проходит его. А здесь широко выходит и в грязи. В грязи, конечно, скорость уже не та. И обратно пропускает не только его, но и Рязанцева, насколько я понимаю. Если это он. Кирилл Зелькман вылетает снова в этом же повороте. И Давид Трубасов также широковато зашел, как я понял. Но эта группа, вот Артем Комиссаров, мы видим, проходит сразу двоих. Проходит за позицию Чеботарева и Симашка кругового. Чеботарев также проходит Симашка. И здесь Симашка, наверное, разворачивает. Неудачное немного места, конечно, но никому вроде бы не помешал. Здесь он пытается зацепиться хоть как-то, чтобы поехать быстрее, но ничего у него пока не выходит. Это группа Сыркин-Рязанцев-Зеликман. И вот Зеликман прям бьет Рязанцева, чуть было не разворачивает его. Но Юрий не уступает позицию, перекрывает все равно Кириллу. И остается впереди. А Сыркин рядом с Даниловым-Новорусским. Попытался было его пройти, но разворачивает Сыркина. И Рязанцев не облетает. Там остальные пришлось зайти широко. Филипп Нигачев вообще чуть было не потерял машину. Борьба Абрамяна и Краснова. Большой такой активности нет. Едут друг за другом. А здесь Данилов-Новорусский. И Сыркин снова появляется рядом с ним. И вот Никита выбрал такую интересную тактику. Он едет по внутренней части трассы, по поребрику и особо не скользит. Он едет медленнее, но едет очень уверенно. А Сыркин, наоборот, едет по внешней стороне, чуть быстрее. Но тем временем он не приближается. А это группа Симашка, Волков, Макаренко и Сидоркин. Симашка, я если правильно понимаю, это вообще круговой. Но тем не менее не пропускает он более быстрых пилотов. Они отчаянно пытаются прорваться вперед. Пока что им это не удается. И вот Макаренко все-таки пролетает напрямую вперед. Волков, может быть, сейчас. Нет, Волков пока позади. Уверенно броняется Максим. Вот здесь вроде бы хотел что-то сделать. Сидоркин проскакивает вперед. Оттесняет Симашка. И не получается. Не получается. Симашка все равно впереди. А Сидоркин прошел Волково. Волков перекрещивает и возвращает свою позицию. А Симашка по-прежнему впереди. Макаренко уже уехал довольно-таки далеко. А Сидоркин и Волков никак не могут пройти Симашка. Борются между собой пока что. Алексей Светкин стоит в отбойнике. Что-то произошло. Не увидели мы, к сожалению. А здесь эпопея Симашка продолжается. По-прежнему удерживает он Сидоркина и Волкова. И никак не удается им пройти его. А если раньше Симашка разворачивала, то сейчас он довольно уверенно держится. Может быть трасса уже подсохла. Вижу я дождя-то особо нет. Вот Сидоркину вроде удается. Нет, не удается. Улетает. Улетает он на траву, причем далеко, на другую часть трассы. Сам он точно отсюда не выберется. И Григорьева там еще разворачивает. Не видели. И что мы тут видим? Григорьев чуть было не теряет машину. Господи, как же его вертит-крутит. Аж ноги поднялись. Давайте повтор посмотрим. Посмотрите. Очень эффектно смотрится это все. Ну что же, а здесь Алексей Григорьев вытаскивает его маршалу. Какой сильный маршал, посмотрите. Под горку тащит его и вытаскивает. Алексей довольно вальяжно сидит, ждет, когда его вернут на трассу. Вот его возвращают и выезжает он дальше вперед к приключениям. А здесь у нас Дмитрий Краснов широковато заходит и по траве. По траве вроде бы останавливается. Нет, просто, наверное, ловил машину, выруливал и едет. Где дальше по траве никак не вернется на трассу. Может быть, ему там удобнее. Я не знаю. Аккуратненько вот так продолжает ехать по этому газону. И возвращается все же на трассу. Теряет, конечно же, позиции. А здесь Симашка догнал его уже лягачок. Это уже борьба за позицию была. Малышев, в свою очередь, уже на круг обгоняет. Сыркин впереди Зеликман. И пока что не пропускает. Ну, а нет, уже пропустил. Пропустил Сыркин Малышева. И Григорьев и Бельская. И Бельская легонечко так подталкивает. И Григорьев снова оказывается на газоне. Так, а что у нас здесь? Опять Григорьев. Опять в неудачное положение он попадает. Что самому здесь не выбраться. Прям под наклоном стоит пилот. Так, ну где же наш сильный маршал? Маршал, вот он. Сейчас по второму кругу будем вытаскивать. Смотрите, он довольно-таки легко это делает. И чуть-чуть ударившись о яму, Алексей встает на выезд и выезжает. Светкин и Данилов Новоросский на ваших экранах. У них сейчас происходит борьба. Уже вечереет. Довольно-таки темно становится. Финал А, боюсь, что пройдет практически в полной темноте. Ну а мы давайте понаблюдаем за этой борьбой один круг. Двух. Кричок. Двух. Двух. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Почему? Потому что других тоже, видимо, разворачивало противовертело. Не всех мы видели, но вот Максим Семашко, например, 18-е место в начале гонки тоже очень много ошибался. 19-й Филипп Мигачев и 20-й Антон Кузнецов. Так расположились пилоты в финале «Б». Ну что, финал «А» будет наиболее, наверное, сложнейший, потому что дождь так и не прекратился, он продолжает идти. Трасса уже максимально скользкая. К этому еще добавилось плохое освещение на автодроме. И так как завечерела уже темнота, потихонечку появилась уже в финале «Б», то есть в финале «А» будет еще темнее. И максимально сложные условия вот у финала «А», как обычно, собственно, и происходят. Ну что ж, увидимся в финале «А». Спасибо, что смотрели нас. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»